Сбили наш самолёт Ил-76 со своими военнослужащими, 65 человек. Мы не просто же туда их подвозили, а Главное управление разведки, ВСУ, знали о том, что мы туда и везём военнослужащих, 65 человек, а всё запланировано было, по-моему, 190. И, зная об этом, нанесли удар по этому самолёту. Я не знаю, специально они сделали это, или по ошибке, по недомыслию, но очевидно, что это они сделали. Во-первых, потому что были зафиксированы пуски двух ракет с территории подконтрольных киевскому режиму в 11 часов 10 минут. Поражение летательного аппарата произошло через 2-3 минуты. Отреагировать было практически невозможно. Во-вторых, это не могло быть ни при каких обстоятельствах дружественным огнём, как в таких случаях говорят. Потому что самолёт был поражён системами ПВО, не армейскими какими-то средствами ПЗРК и так далее, а именно системами, ракетами ПВО. Это видно по элементам поражения. А наши системы ПВО по своему самолёту по определению наносить удар не могут. Там стоят системы свой-чужой, и сколько оператор на кнопку бы не нажимал, наши системы ПВО не сработали бы техник. Да и средства поражения на месте изъятые, они говорят о том, что это именно ракета ПВО. Поэтому это значит, либо их плохо научили, либо они плохо учатся сами по себе, либо не в состоянии, как следует управлять такими системами. Скорее всего, это системы патриоты американские, либо европейские системы ПВО, скорее всего, французские. Но через пару-тройку дней будет точный ответ дан. Но в любом случае, то, что произошло, это преступление. Или по неосторожности я вынужден применить вот такую юридическую формулировку. Она имеется. Или специально. Но в любом случае это преступление. Такие преступления каждый день не совершают. В том числе и в отношении гражданских лиц. Но это, если говорить в целом о государственных органах, это всё-таки политико-исторические оценки, а не юридические. Но мы имеем это в виду. И всё у нас расследуется. В том числе и последний инцидент тоже. Я последнее преступление, связанное с уничтожением самолёта. Потому что, понимаете, да? Уж везли, казалось бы, их граждан, их военнослужащие. Нет, долбанули тут. Мы-то сожалеем только о наших лётчиках. И я приношу искренне несоболезнования членам их семьи. Да, они в последнюю секунду сообщили об этом. Там чёрные ящики есть. Всё сейчас будет собрано. Показано. Попрошу Следственный комитет, чтобы обнародовали, по максимуму обнародовали все обстоятельства этого преступления. Чтобы и люди на Украине знали, что реально произошло. А так мы по каждому факту, следственные органы работают и наращивают этот объём. Продолжение следует...